добрый день друзья вот случай жеребцом серьезное поражение есть у него поражение сплотеральной части копыта вот она уже высыхает там было там был дерматит серьезный отек конечностей уже частично снято и отек мошонка связаны ли эти процессы неизвестно здесь был уже специалист один врач не смог ему поставить капельницу лошадь не далась поставить капельницы но вот сейчас я сделал внутривенное введение площадь была спокойная смог сделать внутривенное введение а и него противовоспалительного препарата я думаю в последующем удастся и сделать поставить ему капельницу потому что на иглу он абсолютно спокойно отреагировал внутривенное введение иглы спокойно отреагировал вот так как я не был при первых симптомах заболевания не могу точно сказать какое лечение ему проводилось ожидая этого сейчас мы попробуем дальше ему помогать похудал живот подтянут чувствует боль видно трясутся конечности тремор средних конечностей сюда врач прописал сердчаную мазь вроде как она в этом случае работает а сам стал будем мазать диклафенатом и сделаем ему попробуем сделать ему капельницу когда соберем препараты и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Друзья, вот и завершился этот интересный случай. Я хочу сказать, что диагноз до конца еще не установлен, еще нужно будет провести ряд исследований, которые помогут нам установить точный диагноз. Так как первоочередно я направил свои усилия на то, чтобы помочь животному убрать, можно сказать так, в скобках убрать клинику, которая тяжело на нем сказывалась, на его жизнедеятельности. Он потерял аппетит, у него тряслись конечности, он очень слабо передвигался, у него отек припуций и кожа, подкожная клетчатка в области мошонки. Сама конечность была как у слона, поэтому сделали как бы работу для того, чтобы облечить его состояние, как вы сами слышали, охарактеризовали владельцы, люди, которые ухаживают за животным, что симптоматика ушла, ну скажем, на 90%, так, потому что, да, еще немножко остался отек, отечность, которую будем еще убирать. Массаж, компрессы, мази, это уже такое, уже по ходу сами хозяева этим займутся. Да, хочу сказать, что ситуация была непростая, хотя, в принципе, я как бы основной, ну, основной ветеринарный врач, которого приглашают на эту конюшню, но я не закреплен из-за этой конюшни, поэтому хозяева в тех или иных ситуациях зовут разных врачей. В частности, в этой ситуации меня на месте не было, и пригласили другого специалиста. Другой специалист приехал, но, к сожалению, не смог установить капельницу лошади. Вывел лошадь на улицу, постарался приблизиться к лошади, но лошадь начала реагировать очень бурно, и он принял решение, что он капельницу ставить не будет, потому что это опасно для жизни, очевидно, его, для его здоровья. А также может иметь последствия негативные для самой лошади, там, гематомы, какие-то попадания под кожную клетчатку, лекарства, которые он планировал вводить. Я, честно говоря, не знаю, что он планировал вводить, потому как он не рассказал, он не поделился своим планом лечения. Он сделал определенную инъекцию, опять же, препаратом, который неизвестен ни хозяевам, ни мне, и уехал. А после этого животное было, вот, животное уставало все хуже и хуже, и когда я уже приехал на конюшню, а приехал я, чтобы посмотреть другую лошадь, которую ранее я лечил, это Витоша, кобыла, которая имела такую неприятную колотую, колоторваную рану, можно сказать, конечности задней, вот, которая загноилась, была отечность конечности, да. И про это тоже будет видеоролик, я сниму отдельный видеоролик про Витошу. Поэтому я приехал осмотреть эту лошадь, с ней все, слава Богу, было хорошо. И тогда уже, ну, осмотрел эту лошадь, мне рассказали ситуацию, которая сложилась, и я решил включиться, решил взяться за эту лошадь, так, вот. И, слава Богу, все благополучно сложилось, да, отдельно я хочу поблагодарить в этом видеоролике Сосруко, если ты меня смотришь. Да, я использовал в том числе те препараты, которые ты мне рекомендовал использовать, советовал еще ранее в других случаях, я их воспользовался в этот момент, большая благодарность тебе. И, в принципе, я говорю, слава Богу, что все так закончилось. К сожалению, многие заболевания по-разному протекают и по-разному заканчиваются, но хорошо все, что хорошо заканчивается. И в этом случае, слава Богу, я думаю, дальше мы доразберемся с диагнозом и уже постараемся не допустить такого рецидива этого заболевания. Друзья, ну, а если у кого-то возникнет проблематика с заболеваниями лошадей и не будет рядом квалифицированного специалиста, который способен поставить диагноз, оказать лечение, да, или хотя бы даже как в этой ситуации, пока не будет поставлен диагноз, хотя бы облегчить состояние животного, снять клинические симптомы. Если такие люди есть, и они будут смотреть это видео, то обычно люди обращаются ко мне вот по этому телефону в рамках платной консультации. Обычно я стараюсь помочь таким людям, помочь таким животным, не оставить их просто, как говорится, на призволящее. Так, и во многих случаях мы получаем результат, и это очень радует и хозяев, и меня, конечно, и хозяев лошадей, и сами лошади, думаю, благодарны. Да, разные очень ситуации бывают, так, я, например, может кто-то скажет, что, ну, диагноз-то не поставлен, да, мол, да, и как можно поставить диагноз там через интернет и так далее и тому подобное. Я хочу вам сказать, друзья, что бывают такие случаи, когда ко мне люди звонят из разных стран мира, в частности, недавно ко мне звонили люди из Германии. Это русскоговорящие люди позвонили ко мне из Германии, и вот там, в Германии, они пытаются вылечить свою лошадь, так, у нее легочная симптоматика. И мне рассказали историю этой лошади, они возили лошадь в клинику, они делали ряд исследований, они им назначали различное лечение, они даже привозили специально врача из другой страны к этой лошади. А, как говорит народное предсливье, как говорит народная мудрость, авоз и ныне там, то есть, как было состояние такое в лошади, так оно и не изменилось. И вот, когда мы начали общаться, так, просто по-людски начали общаться, говорить, я начал задавать различные вопросы, чтобы узнать анамнез жизни, анамнез заболевания, так, историю болезни. И у меня возникло много таких вопросов, а почему мы вот это вот не сделали, а почему такие исследования не сделали, а такие исследования. И для человека начало открываться намного шире, проблема начала намного шире открываться, она заиграла новыми красками. У человека появилась надежда, что можно что-то поменять, если мы сделаем вот такие исследования, дополнительно такие, такие. Это нам даст больше, более глубже пониманию картины, ситуации. Так что, также ко мне из Финляндии обращались по легочному заболеванию, также из Канады люди ко мне обращаются, из Соединенных Штатов Америки тоже по лошадям люди обращаются. Да, не всегда можно сходу поставить диагноз, посмотрев видео или анализы, но можно в общении с человеком, очень часто, чего не хватает пациентам, людям, не хватает простого общения, что кто-то их выслушал, кто-то вник, постарался разобраться, ну что может быть, что с этим животным, вот так, вот так разобрал, сделал какие-то предположения, какие-то примерные диагнозы, хотя бы первичные диагнозы, да, направил на какую-то диагностику и в итоге, в итоге этого общения вырисовывается все четче и ярче, вырисовывается картина заболевания, а дальше уже, дальше уже, как говорится, это дело техники, да, если ты поставил диагноз, уже дело техники, кто поставит капельницу, кто уколит укол в мышцу, кто натрет, разотрет и так далее, так, кто непосредственно сделает манипуляции, ведь это так, как в медицине, знаете, вот, врач, он не ставит капельницу, так, врач, его задача изучить историю болезни, изучить анализы, поставить правильный диагноз и назначить лечение, а уже медсестра делает то, что он назначил, вот, и очень часто в моей практике именно той медсестрой становится сам хозяин, сам хозяин ставит капельницу, сам хозяин ставит инъекции животным и так далее, другие различные манипуляции. Вот такова наша реальность, друзья, и так будет, к сожалению, потому что не станет больше квалифицированных специалистов, к сожалению, да, не будет больше профессионалов, их будет все меньше и меньше становиться, да, и животных становится меньше, и будет становиться меньше, но и профессионалов будет становиться все меньше и меньше. Поэтому, друзья В общем, вы знаете Если вам понравилось это видео Стало для вас полезным Ставьте обязательно лайк Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые Новые мои видео Из моей ветеринарной практики Также оставляйте ваши комментарии Делитесь своим опытом Возможно, вы поставите диагноз Этой лошади Или, по крайней мере, выдвините предположение А кому А кто хочет последовать Примеру этих людей Которые ко мне обращаются Всегда рад Друзья, берите своих животных Из себя До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова